Доброе утро! Я приглашаю к экрану второклассников. Сегодня урок окружающего мира проведу я, Иманкулова Зульфия Абдуловна. У нас сегодня с вами не просто урок, а урок-экскурсия. Мы с вами отправимся в далёкое путешествие в сказочный город Санкт-Петербург. Итак, тема нашего урока – достопримечательности Санкт-Петербурга. Мы должны познакомиться с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Сегодня на нашем пути повстречаются пять станций. Первая станция – река Нева. Вторая станция называется Петропавловская крепость, Петропавловский собор. Третья станция – разводные мосты. Четвёртая станция – Зимний дворец. И конечная станция – Знаменитости. Царь Пётр I – основатель города. Итак, начинаем наше путешествие. Петербург раскинулся по берегам многоводной реки Невы. Город расположился в низине, покрытый болотами и топями. Строить его было очень тяжело. По колено в воде работали строители. Многие погибли от голода, болезней и непосильного труда. Там, где были болотистые и безлюдные берега, постепенно вырос прекрасный город. Вторая станция – Петропавловская крепость. Здесь мы узнаем, с чего началось строительство города. 27 мая 1703 года на Зайчьем острове была расположена Петропавловская крепость. Отсюда начинался Петербург. Крепость была сооружена для защиты города от врагов. Стены ее были деревянными, но постепенно крепость становилась каменной. Высота стен достигает 10-12 метров, а ширина – 20 метров. Центром крепости является Петропавловский собор. Колокольня собора со шпилем достигает высоты более 122 метров. Это самое высокое сооружение Санкт-Петербурга. Ангел с крестом на вершине 40-метровой колокольни стал одним из символов города. Сейчас в Петропавловской крепости находится музей. Он очень красивый. Через реку Неву ее притоки и каналы перекинулись красивые мосты. Они имеют свою особенность, которая отличает их от обычных мостов. Для того, чтобы корабли могли свободно пройти по реке, ночью мосты разводят. В середине моста его стороны поднимаются вверх. Дворцовый мост получил свое название благодаря соседству с Дворцовой набережной и Зимним дворцом. Литейный мост получил свое название в честь Литейного двора, того самого, где отливали пушки во времена Петра I. Санкт-Петербург называют городом мостов. И это звание город на реке вполне заслуживает. В нем насчитывается более 800 мостов. Четвертая станция – Зимний дворец. В Санкт-Петербурге много красивых дворцов, но самый прекрасный – Зимний дворец. Это бывший парадный дворец царской семьи. Чтобы только обойти это здание со всех сторон, потребуется немало времени. Здание украшено колоннами, скульптурами и вазами из камня и меди. В дворце очень много комнат и больших, и малых. Все они очень богато украшены. Здесь много картин, роскошной мебели, скульптур, изделий из камня, золота, серебра. Сейчас в Зимнем дворце музей Эрмитаж. Его знают во всем мире. Он включает в себя семь зданий. Коллекция музея составляет около трех миллионов экспонатов. Чтобы познакомиться со всей коллекцией музея, понадобится вся жизнь. Но нам больше нельзя задерживаться на этой станции, а то корабль уйдет без нас. И мы отправляемся на пятую станцию знаменитости. Каждый город чем-то знаменит. Богато знаменитыми людьми и история Санкт-Петербурга. Но есть в этом городе, пожалуй, одно место, которое знают во всем мире. Это дом на набережной реки Мойки. В этом доме жил со своей семьей Пушкин Александр Сергеевич. Здесь он написал свои последние стихи. Сюда раненого на дуэли поэта привезли холодным февральским днем. Здесь он скончался. В доме на Мойке сейчас музей. Ребята, мы с вами знакомы с произведением Александра Сергеевича Пушкина. И сейчас я вам предлагаю поиграть. Наша игра называется «Угадай-ка». Вам предстоит сопоставить отрывки произведений Пушкина с нужной картинкой. В третий раз закинул он невод. Пришел невод с одной рыбкою, с непростую рыбкою, золотую. Как взмолилась золотая рыбка, голосом молвит человечьим. Отпусти ты, старчи, меня в море. Второй отрывок. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Вот мудрец перед Додоном встал и вынул из мешка золотого петушка. Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок. Ты встаешь во сми глубокой, круглолицей, светлоокей. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит в себе в волнах на раздутых парусах. Ребята, если вы верно сопоставили отрывки и картинки, вы справились на отлично с этой игрой. Следующее задание. Кроссворд. Нам предстоит разгадать кроссворд. Первое задание. Имя императора-основателя города Санкт-Петербурга. На какой реке построен город? Какое сооружение через реку отличает этот город от других? Что было сооружено для защиты от врагов? Зимний. Это парадный дом царской семьи. Что является центром Петропавловской крепости? Назовите знаменитого поэта, жившего в доме на реке Мойке. Как называется музей, который находится в Зимнем дворце? Что находится на вершине колокольни Петропавловского собора? А теперь, ребята, посмотрите, какое ключевое слово у нас получилось. Петербург. Петербург – это прекраснейший город. А сейчас, ребята, давайте подведем итог нашего урока. С какими достопримечательностями Санкт-Петербурга мы с вами сегодня познакомились? Пожалуйста, сопоставьте название достопримечательностей с картинками. Ребята, если вы всё верно сделали, вы освоили наш урок на отлично. Спасибо вам за урок. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»